Так, окончание гипертонической болезни Номер 3 газета МАЛАХАУПРО за 15 год Что я хочу сказать по предыдущему Это то, что именно в пятой части изложен вот этот универсальный метод Работа с гипертонией установлена То есть я уже повторяюсь Что все начинается с волнения Начинается с волнения, возникают застойные Далее у нас явления в головном мозге Там центры начинают работать не так как надо Передают сигналы на то, чтобы мышцы напряглись Далее там и гормоны соответствующие подтягиваются И в итоге, особенно после разного рода волнений Появляется артериальное давление, гипертония Которая становится стойкой Далее с возрастом мы теряем воду Наши ткани черствеют То есть что происходит? Мы теряем гибкость Естественно эта гибкость теряется и в стеночках краеносных сосудов Они черствые, то есть они вот в одном положении И не могут, не могут, будем говорить, полноценно работать Расширяться, сужаться когда надо Вот все это приводит к тому, что давление с возрастом Прогрессивно возрастает потихонечку, но тем не менее Оно возрастает И естественно начинаются различные проявления И так вот этой сейчас статьей Мы как раз с вами и закончим Про гипертонию Профилактика лечения гипертонии Из предыдущего нам известно, что гипертония Это прогрессирующая с той или иной скоростью хронического заболевания Характеризующаяся постоянным повышением артериального давления При этом она подразделяется на несколько направлений Каждая из которых имеет свои особенности и причины Исходя из которых назначается лечение и профилактика Артериальная гипертензия Постоянно повышенное артериальное давление В основе этого вида гипертензии лежит повышение напряжения стенок всех мелких артерий Внутричерепная гипертензия Увеличение внутричерепного давления Ключевые причины этого вида гипертонии Крупные поражения Опухоль, гематома Гидроцефалия, а также инсульт Менингит, энцефалит Нарушение водно-электролитного баланса Гипонатриемия Черепно-мозговая травма Острогипертоническая энцефалопатия И другие заболевания, провоцирующие отек мозга То есть все, что связано с внутри что-то Что-то повышает давление Как правило, это отек мозга Портальная гипертензия Повышение кровяного давления в системе воротной вены Возникающая при затруднении оттока из нее крови Основные причины этого вида гипертензии Увеличение и уплотнение самой печени Увеличение также селезенки Или накопление жидкости внутри живота Что называется асцитом Легочная гипертензия Повышение давления в малом круге кровообращения Причины органических изменений В мелких легочных сосудах То есть я так подозреваю Если в организме много слизи А слизь в основном выводится через легкие То есть человек откашливается Часто болеет простудными заболеваниями То вот все эти причины Начинают приводить к тому Что сосудистая сеть Начинает забиваться вот этой вот слизью То есть здесь очень важно Очистить легкие от разного рода слизи И далее потом не давать Не принимать такие продукты Которые вызывают повторное слизнение организма Как правило это всевозможные молочные продукты Артериальная гипертензия Возникает от повышенного напряжения В стенах всех мелких артерий В организме человека А ведет к этому напряжению Хронический эмоциональный стресс В котором находится Семьдесят или восемьдесят И более больных гипертонией Я думаю, что сейчас еще больше То есть сама современная жизнь Она постоянно нам подбрасывает Разного рода Раздражающие факторы В результате чего Человек начинает волноваться Переживать Быть недовольным От роста цен От роста бензина От повышения там всяких рода Налогов, штрафов и так далее Хронический эмоциональный стресс Возникает и развивается На основе эмоциональных переживаний И потрясений И если мы научимся Совершенно по-другому реагировать На самую разнообразную Жизненную ситуацию То у нас не будет Хронического эмоционального стресса Его последствия В виде напряжения Стенок артерий А значит не будет и гипертонии Понимаете? Вот она вот Вот вы и все Именно поэтому Важнейшей методой По профилактике лечения Этого типа гипертонии Является работа По изменению Своего отношения К жизненным событиям Которая и была дана ранее Шкала стрессов И работа над ними Причем вот эта шкала стрессов Ну это будет как бы Такая вот Как картография Которая Показывает На чем тот или человек Может споткнуться Может эмоционировать Может волноваться И в результате Зарабатывать Не только гипертонию А 90% всех основных Заболеваний Я считаю это Основным и самым Эффективным методом С одной стороны Это очень просто Понимание И невероятно Трудно в исполнении Но успешное Освоение этого метода Лишает почву Для возникновения Этого вида гипертонии И не только ее Кстати Вот У меня уже В возрасте Я все говорю 65 годик У меня идет И раньше У меня голова Особо не болела Вот как-то Я на голову Не жаловался Хотя там Возможное давление Там иногда Поднималось А сейчас Вот Были такие Вот Явления Связаны с головой То есть у меня Где-то не в затылке Болело А вот здесь вот голова Мерил давление У меня естественно Есть этот аппарат Вот И И что Что я вот Заметил Как Только я Еще более Целенаправленно Значит вот Иду на прогулку Чтобы Знаете Вот Расширить Вот эти вот Сосудики Во всем организме Не нервничаю Не переживаю По разного рода То что нам Телевизор Несет Кстати Для того Чтобы излечиться От гипертонии Я вам советую Не смотреть Телевизор Особенно Новостные Передачи В которых Вот это вот Все вываливается То там Случилось То все Случилось То Москва Канал Там Просел И теперь Там заливает И прочее 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 И я заметил Что стало лучше А что делать Тем У кого Уже Возникли Более или Менее Стойкие Спазмы Стенок Артерий Ничего страшного Имеется Масса Эффективных Методик Для их Снятия Перечисляю Вот Особенно Эффективно При гипертонии Ее лечат Это Голодание Значит Голод От двух До трех И более Суток Великолепно Ведет К самопроизвольному Расслаблению Всего организма И быстро Снижает Повышенное Артериальное Давление Более того Его специально Применяют Для лечения Артериальной Гипертензии Аутогенная Тренировка Релаксация И медитация Требует Специального Освоения И не так Глубоко Как голодание Но способствует Снятию напряжения С мышц И стенок Кровеносных Сосудов Дыхательные Методики Особенно Побутейка Ведь он сам Болел Злокачественной Гипертонии И успешно Излечился То есть Показал Как это Работает Стрельниково Дыхание Пострельниковой Брюшное Дыхание По системе Йоги Прекрасно Нормализуют Тонус Мышц Стенок Сосудов Снимают Тревогу Волнение И нормализуют Кровяное Давление Физическая Нагрузка Вот если Ничего не Получается Самое Простое Это Физическая Нагрузка Она Создает Контраст В организме Между напряжением Расслаблением Ведь Нормальное Естественное Расслабление Возможно Только После Достаточной По Нагрузке И Продолжительности Физической Работы Если Этого Нет От сидячей Малоподвижной Работы Организм Пребывает В среднем Состоянии При котором Стенки Сосудов Не Работают От Этого Они Черствеют И постепенно Сжимаются Особенно К старости Что Ведет К повышению Кровяного Давления Вот Поэтому Я И Хожу Хожу Час Без Всяких Как бы Сказать Особых Целей Просто Вышли И пошли Этого Достаточно Естественно За 10 За 20 Минут Не может Произойти То что Вы хотите А вот За Минут 45 Час И Естественно Боли Идет Нормализация Всего Сосудистого Русла Ниже Я Вам Даю Несколько Вариантов Физической Нагрузки Для Гипертоников Первое Утром В постели Потянуться Размять Руки Ноги Подвигать Конечности А потом Встать Это Простая Рекомендация Позволяет Активировать И равномерно Распределить Кров По всему Организму Второе Как показала Практика Простая Ходьба На свежем Воздухе В течении 40 Терри Лучшим Средством И самым Простым Для укрепления Сердца И нормализации Кровяного Давления Третье Ослабленным Людям Рекомендуют Полнять Упражнение Сидя На стуле Стоп И ног На столу Руки У беден Расслабить Все тело Теперь Делай Небольшой Вдох Напрягать Мышцы Ягодиц Мышцы Промежности То есть Там В малом тазе На выдохе Расслаблять Если вы его правильно Делаете То почувствуйте Во время напряжения Энергетический Импульс Вверх По позвоночнику А на выдохе Опускание Энергии Вниз Важно понимать Что за этим Движется И кров Особенно полезно Это упражнение Во время Инсульта Когда тело Не чувствуешь Оно позволяет Постепенно Вернуть Чувствительность Тела А далее Восстанавливать Его Выполняйте Упражнение Вначале По 10 раз И несколько раз В течение дня Постепенно Доведите До 40-50 И более За один раз Еще одно Упражнение Для восстановления Чувствительности Ног После Принесенного Инсульта Лежа На полу Делайте Вдох Животом Живот Выпячивается Выдох Медленный С постепенным Втягиванием Живота Начинать С 10 раз И постепенно Увеличить Количество От занятий К занятию И дойти До 50-70 раз Это дыхательное Упражнение Способствует Нормализации Кровяного давления Отлично Подходит При портальной Гипертонии Возрождая Печенку И селезенку Вот тут Можно немножечко Остановиться Печенка и селезенка Понимаете В середине тела Они как бы сказать Вот как своего рода Плотина Если плохо работают Они То появляется Своего рода Плотина Которая И увеличивает Давление Так вот Это вот дыхание Вот туда-сюда Туда-сюда Да Она позволяет Именно эту Плотиночку Так сказать И разрушить Нормализовать Движение Крови Через Центр Нашего Могу Организма Через печенку И через селезенку Это очень важно Хорошее упражнение Вообще для профилактики И успокоения Кстати Далее Массажи Эффективная процедура Позволяющая Задействовать Периферические сосуды И снять Повышенное давление Крови Вот наиболее простые Которые можно Выполнять Самостоятельно Первое Растирание Кожи головы Способств Активации И гармонизации Шести Янских Энергетических Каналов А от них Всех активных Функций Организма И кровяного давления В том числе К тому же Растирание Кожи Лица И головы Способств Сохранению Свежего цвета Лица Препятствует Образованию Морщин И сохраняет Волосы Увы У меня Они давно Уже Выпали А вот Легкое разминание Волосистой части Головы Регулирует Его кровоснабжение Вот мне Хорошо Вот волос Нету Прекрасно Массируется Знаете Кожа Головы Улучшает Кровоснабжение Головного мозга Мозговых Нервных Центров Что стимулирует Их деятельность Можно Используя Для нормализации Внутричерепного Давления Второе Легкие Поклювающие Движения И точечное Нажимание Кончиками Ногти На волосистую Часть головы Действует Подобно Иглотерапии То есть Видите Вот О Регулярно Их выполняет Значит Они вам Не подходят То есть Все Кому-то Подходит Кому-то Не подходит Но все Это Как правило Определяется Практикой В качестве Скорой помощи При гипертонии Важно Знать Основные Точки На которые Можно Воздействовать Чтобы снять Повышенное Давление Крови До Прихода Врачей Если Согнуть Руку То Первая Точка Будет Как раз На сгибе Локтя При пальпации Она будет Болезненна Болезненна Чем остальные Ставим Пальчик На эту Точку Надавливаем И идет Вибрация По Часовой Стрелке Делать Надо Секунд Тридцать Ну Примерно Тут и По часовой И против Часовой Стрелочки Потому Что В зависимости Откуда Вы смотрите Вот Если Отсюда Смотреть Будет Возможно По часовой Стрелке Если Вот Отсюда Смотреть Это Уже Будет Против Часовой Стрелки Ну Вот Она Я Нащупал Сразу же Следующая Точка Посредине Ладошки Вот Она Значит Ее Мы Разминаем Так Вот Третья Следующая Точка Находится На Среднем Пальце Правой Руки Чуть Выше Ноготка На 2 Миллиметра На Самом Кончике Пальца Чуть выше Ноготка Но выше Ноготка Это значит Вот здесь Вот Опачки Такая Точка Которая Является Ведущей Точкой Хэгу Это Основная Точка Рефлексотерапии Которая Снимает Любой Болевой Синдром Она Активизирует Всезащитные Силы Организма С этой Точки Можно Начинать И заканчивать Массаж Она Находится На тыльной Стороне Кисти Между Большим Пальцем И основной Кистью То есть Она Находится Вот здесь Вот Такая Ой 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 О попал О Что значит Точно И немножечко Знаете Сюда Ой Ой Сразу же Она все Снимает Ой У меня тут То есть Как бы Не вот так Давите Не так А немножечко Вот сюда О Как я попал Смотрите Как я попал Ой 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 Вот здесь Вот прямо Вот так Так Музыка Песни Почти Сто лет Назад Выдающийся Русский Врач Академик Владимир Бехтерев Писал Музыка Положительно Влияет На кровообращение Дыхание Устраняет Усталость И придает Физическую Бодрость Как прослушивание Музыки Песен Так и Игра На музыкальных Инструментах Пение Снимает Эмоциональный Негатив Уровень Тревожности Улучшает Настроение Нормализует Давление Крови И даже Лечит Сердечные Болезни Вот почему И пою Муха Муха Цыкатуха Муха По полю Пошла Ха-ха-ха-ха Топ-топ-топ-топ Муха денежку Нашла Это очень хорошо Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Музыка Морцарта, Баха, Таревердива, различные релакс-композиции. Кстати, я очень люблю релакс-композиции, у меня большая коллекция. И многие иные музыкальные произведения обладают волшебным свойством успокоения. Регулярное прослушивание такой музыки, радиостанции, которые транслируют такую музыку. Например, я релакс-фм слушаю. Приведут ваше давление крови в норму. Это очень хорошо. Распорядок дня. Развитие гипертонии способствует сверхурочной работе и ночной труд в течение длительного времени. Все это ваша система организма выходит из строя. Причем на долгое время и вернуть ее очень-очень трудно. Даже закончили, если вы лет 5-10 отработали, то вернуть это все назад. Очень трудно. Здесь рекомендация простая. Оставить сверхурочную и начну работы. И вообще нормализовать свой распорядок дня. Вовремя вставать и ложиться спать. Своевременно есть, работать и отдыхать. У меня началось ухудшение моего состояния из-за того, что я стал ложиться в 2 часа ночи. Из-за того, что я делаю видео, сижу просто-напросто. Понимаете? Вот тут надо перестроиться. Вот хотите, вы не хотите. Раз, грубо говоря, 11 часов, что-то посмотрели для своего, так сказать, успокоения, отвлечения, если вы там работаете, примерно как яс, видим. И ложитесь до 12 ночи. А лучше раньше. Очень хорошо перед сном бы пройтись. То есть пройтись минут 30-40, чтобы как-то продышалось, расслабилось. Вот тогда сон будет хороший. То есть нормализация сна – это очень большое дело вообще для здоровья, а тем более для нормализации кровяного давления. Устраняем старые эмоциональные травмы. Если гипертония стала следствием старой, даже детской эмоциональной травмы, каких-то непонятных страхов и прочего, то в этом случае надо избавиться от этого глубинного эмоционального негатива с помощью методики, очищающей полевую форму жизни. Это особый вид дыхания, циркуляторность, прослушиваем эмоциональные музыки. Я очень много занимался этим. То есть вы ложитесь и начали. Если правильно делать, вы не будете задыхаться. У вас будет, понимаете, вы почувствуете гудение во всем теле. Это говорит о том, что больше энергии. Кстати, из-за того, что мало в нашем организме энергии, из-за сидячей работы, из-за сидячей образа жизни, мы не можем расслабиться. У нас слишком много получается, знаете, гравитационной энергии, которая нас сжимает. А нам нужна еще электромагнитная, которая от движений. А ее-то у нас и нет. И поэтому получается вот такое вот, что у нас постоянно сжимает. Отсюда гипертония и прочее. В результате вы освободитесь от застарелых эмоциональных зажимов, которые непроизвольно ведут к спазмам в теле, нарушают нормальную циркуляцию крови и энергии в организме. Почувствуйте энергию, здоровье и спокойствие. Вот я в свое время очень долго занимался. И потом, интересно, наступает после этого дыхания такое расслабление. Вот все чувствуется так. Все тело, знаете, вот каждый капиллярчик, можно сказать, раскрылся. Кровь плавно идет. Все это хорошо. И все вот расслабились. Ну и естественно, те зажимы, которые были, это вам надо посмотреть в моей книге. Они выходят. Как выходят, там хорошо все описано. Все это хорошо.